Битвы сильнейших шахматистов Полевского в дисциплине Блиц традиционно проходят во время майских праздников. К финальному этапу предшествовали серьезные отборочные соревнования. 1 мая на севере 29 шахматистов боролись за выход в решающую стадию. На следующий день уже в южной части это проделали еще 16 человек. В итоге из каждой части города было отобрано по 6 сильнейших шахматистов, которые и сразились в финале. Практически все сильнейшие, за исключением кто-то работал, кто-то приболел. То есть 2-3 человека, может быть, могли бы усилить. Отборочные этапы проводились с традиционным контрольным времени по 5 минут каждому участнику на партию. А уже в финале игры проходили по другому регламенту. 3 минуты на партию плюс добавление 2 секунды за каждый сделанный ход. Поэтому игры проходили еще более молниеносно. Действующий чемпион города по шахматам в дисциплине «Блиц» Дмитрий Андрюков. С большой долей вероятности он и должен был подтвердить свое звание, хотя не все были с этим согласны. Ну, после этого тура все усложнилось, потому что проиграл по времени. Так, посмотрим. Еще 9 туров впереди, так что не знаю пока что. По составу участников что можешь сказать? Да, примерно такой же все. Человек 5-6-7, которые могут выиграть. Самый юный участник финальной стадии чемпионата города – Данил Сулейманов. Возможно, в скором времени он будет фаворитом данного турнира и даже чемпионом города. Надо посмотреть, как он будет прогрессировать. Конечно, среди юношей это сильнейший на данный момент шахматист в городе. Пожелаем ему дальнейшего прогресса, роста и выйти на ведущие позиции в городе. Есть какое-то, может, давление, что с такими матерыми поливскими шахматистами играешь? Давления нет. Не первый раз уже играю, довольно часто проводятся турниры. То есть давления нет. Думаю, что выступлю достойно. Где-то выиграю, где-то проиграю. То есть, считаю, в шестерку попробую войти. Что для тебя будет сегодня успехом? Хорошая игра, неподставление фигур. Ну, составить соперничество. В итоге Дмитрий Андрюков сумел удержать титул сильнейшего шахматиста поливского дисциплини «Блиц». Вторым довольно неожиданно стал работник трубопрокатного цеха номер один Северского трубного завода Руслан Ахмеджанов. Замкнул тройку Игоря Жильцова. Продолжение следует... Продолжение следует...